Среди тех, кто подписывал это письмо, адресованное Офисом Европейской Комиссии, есть и бизнесмен Евгений Черчичваркин, предприниматель, владелец Гедонизм Вайнс. Евгений присоединяется к нашему прямому эфиру. Евгений, приветствую вас. Добрый день. Да, Евгений, первый вопрос, наверное, простой. Скажите, можете ли вы подтвердить или опровергнуть, действительно ли ваша подпись стоит под этим письмом? Вы знаете, я с июля прошлого года, если не, может быть, с июня или июля прошлого года, осуждал слепые санкции просто по россиянам по списку Forbes и россиянам по паспорту, которые приняты в четырех странах, которые я, кстати, люблю и уважаю. Я в этих странах исключение, но огромное количество людей, в том числе моих близких родственников, которые никак не поддерживают войну, посещать эти страны не могут просто из-за того, что у них российский паспорт. Я считаю, эти санкции огульны, и они помогают Путину, потому что они подтверждают его видение мира. Я это письмо подписал, еще другое подписал. Я готов прийти в суд и свидетельствовать в суде Великобритании или Европейский суд, если юристы Альфа меня об этом попросят. Меня ограничили счет в Швейцарии на 10 месяцев, потом, слава богу, его отпустили из-за того, что в целом можно считать русофобией. Она слепая, и она точно не бьет по путинским кошелькам. Альфа не является путинским кошельком. Там есть огромное количество других путинских кошельков, которые прекрасно работают, существуют, и без всяких санкций перемещаются и перемещают деньги. Для меня они коммерсанты, которые были вынуждены взаимодействовать с властью, но от нее старались сторониться и защищаться всеми известными путями, которые были легальны в России. Поэтому я считаю эти санкции несправедливыми. Я также говорил о неком бизнесмене из списка Forbes, который вообще уехал в 2008 году, против которого ввели санкции только потому, что он Forbes и так далее. Вот. Моя позиция абсолютно открытая, то есть меня ловить не на чем. Я сказал, что я буду за них вписываться. Я вписался. Евгений, то есть, если верить вашим словам, вы говорите, что Альфа Групп не был, банк не был, компания кошельком Путина, и не связан с поддержкой войны. Он был большим жирным кошельком одной из самых сильных промышленно-финансовых групп в России. А если бы у него эти деньги были бы сейчас в доступе, я допускаю, что для Украины и родного Львова, может быть, мы об этом узнали бы через десятки лет, но, наверное, была бы какая-то существенная помощь. Да, я хотел спросить тогда в этом случае, понятна ли вам позиция Леонида Волкова и его решение приостановить свою деятельность в публичной политике, если вы не считаете, что Фридман и Агин должны находиться под санкциями Европейского Союза? При всем уважении к ФБК, я их искренне, можно сказать, люблю и поддерживаю. С 2010 года деятельность Алексея Навального я хорошо отношусь к многим его коллегам, приятельствую с ними. Я не могу каждый раз не критиковать их постоянно сквозящую ливизну. И в санкционном списке, который они тогда выдали, там было почти всё правильно, кроме некоторых бизнесменов. Каких-то я не знал, там, вероятно, больше было ошибок. Но какие-то вызывали у меня абсолютно вопрос. Ну, человек платит налоги в России большие, но он должен платить налоги, потому что это закон платить налоги. Наверное, 5 тысяч, 6 тысяч, я бы согласился, да, я просто многие фамилии не знаю. Но были там, я не помню уже кто, были люди, которые вызывали у меня там сомнения большие. Также вызывали сомнения о английский список 600 с чем-то там. Ну, например, человек как Тынкован, это явная, как бы, точка, которая ставит под сомнение весь этот список, к сожалению. Судить надо о людях по делам их. Зиганул, ты должен быть под санкциями, причём под жёсткими, с заблокированием всех карточек, всех родственников и так далее. А участвуешь в государственных тендерах, программах, участвуешь, сидишь там в думах или в синодах, или в сенатах, да, безусловно, ты участник государства, который террорист. Они всегда были аполитичны, всегда подчёркнуто аполитичны. Более того, есть интервью, где Фридман говорит после смерти убийства Немцова, где из-за его политической позиции, к огромному сожалению, нам не удавалось часто общаться, так как мы не хотели, чтобы нас за это поимели. Вот, я не знаю, что ещё можно добавить. Евгений, скажите, пожалуйста, я не могу вас не спросить в этом случае тогда. Вы сказали и про тендеры в том числе. Считаете ли вы справедливым включение, например, Алексея Венедиктова и Ксении Собчак в санкционные списки, которые составляли соратники Алексея Навального? Если верить последнему расследованию, они получали тендеры государственные от мэрии Москвы. Алексея Венедиктов, якобы связанные с ним структуры на создание журнала «Мой район», а Ксения Собчак на такой консалтинг в сфере мода. С точки зрения Собчак здесь двухменей быть не может. Они всё время присосались к большой груди Чемицова, и оттуда все деньги на избирательную кампанию. Их избирательная кампания была как раз торпедирование. То есть она выполняла политическую функцию, волю Кремля в 1918 году. Именно торпедирование, сбивание повестки с Навального. Абсолютно грязнейшую игру. То есть она плоть от плоти путинская. Мне так не показалось в 1912 году с Координационным Советом Оппозиции. Я ошибся в ней, обманулся. Она человек неглупый и смогла многих, и в том числе меня, обмануть. В году 2016, мы даже приятельствовали, она была в нашем доме. Я сделал ошибку в 1918 году. Всё стало на свои места. Я эту ошибку исправил. Что касается Венедиктова, дайте мне... У меня есть минуты три или четыре? Для чего? Вы нас хотите... Для Венедиктова. Для Венедиктова. И мы можем вам, конечно, дать три-четыре минуты. Вот смотрите, Венедиктов — одна чаша весов. То, что он сделал, это абсолютно феноменально для свободы слова и для того, что огромное количество людей ощущает себя, что они не одни, которые мыслят так. То, что феноменально долгое время у людей, которые мыслят протеста, у интеллектуалов, был рупор на всю страну говорить крамольные, но очень важные вещи — это огромный жирнейший плюс в его карму, который не смыть ни водкой, ни мылом. За это ему все должны сказать огромное просто спасибо и низкий просто поклон до земли. С другой стороны, абсолютно этот же самый человек, чтобы у него была эта возможность, с электронным голосованием, который абсолютно фейк, и он врал, говоря, что это не доказано абсолютно. И то, что он деньги получал, нет никаких сомнений, что он собирал деньги и из «Газпрома», и из «Газпрома», который его не очень щемил, не очень ограничил в том, что, видимо, можно или нельзя говорить. Ну, кстати, я должен сказать, что Алексей Венедиктов просто, чтобы, извините, что я вас перевел, просто чтобы были разные мнения, представленные после расследования соратников Алексея Навального, сказал, что якобы не получил ни копейки от создания журнала «Мой район». Это его слова. Я уверен, что он обманывает, уверен, что он обманывает. Так как верить ему, как человеку, в целом нельзя, и мы это знаем по случаям харассмента, которых я знаю, там, два известных, я знаю еще один, где девушка отказалась говорить об этом, но она там участвовала, да, мне об этом рассказал, мне нет сомнений не верить, когда он говорил, что я тоже этого не помню. Вот это, конечно, абсолютное лукавство. То есть верить на слово Венедиктову нельзя, но нужно отдать должность, чтобы пока у него была лицензия, у него был феноменальный канал, через который можно было вместе со всякой чушью, проханной и прочей херней слышать и говорить правду. И да, он сделал ошибку, ему казалось, что он будет летать между двух струй еще долго, но в итоге с войной он сел между двух стульев, и оппозиция ему не доверяет, и он сделал достаточно, чтобы оппозиция ему не доверяла. С той стороны он все равно так или иначе человек, который пригрел вот этих змей, которым сейчас кого-то стреляют в спину на мосту, кому-то по 9 лет дают, кого-то в розыск объявляют и так далее. Он оказался между всем, ему, наверное, непросто, но теперь его гвоздь — это ровно такой же YouTube-канал, какой есть и у всех. Он потерял вот эту волшебную, условно говоря, палочку, которую продержал феноменально долго. Мы ему должны сказать спасибо за все, что он сделал для свободы слова, вот просто и не забывать это. Ну а с другой стороны знать, что он и хитрец, и может лукавить, и также тоже думает о своем кармане, и каждый понимает его или осуждает это дело каждому. Вы тоже выходили в эфир, в эфир-ролиостанциях Москвы по соседству с Прохановым? Абсолютно. Как и многие другие люди. Да, потому что это было, еще раз говорю, феноменально. Я же уже предельно честно сказал. Мы ему должны не забывать говорить спасибо за каждый год, день и месяц, пока уже когда все было закрыто, они вещали. Вот такое двоякое. Слушайте, это чуть пути, чтобы все было черно-белое. Я правильно вас понимаю, Евгений, вы говорите о том, что Алексей Венедиктов отстаивал радиостанцию, отстаивал работу радиостанции Москвы. Да, рубился за нее, держался всеми зубами до конца, и очень хотел, чтобы свобода слова оставалась безусловно, абсолютно. Но параллельно с этим не забывал окашивать транши из моего района. Мы же не лапидарные такие простые амебы. Мы натуры все сложные. Он человек хорошо, очень образован и умен. К нему нужно также относиться по-сложному. Я просто хочу, чтобы все понимали, что на чашах весов есть и то, и это, и это. И то, что он сделал хорошего для свободы слова, это очень сложно перевесить. Но это можно перевесить, если он зиганет, конечно, совсем под старость. Тогда он испортит себе некролог. А так мы и так знали, что некролог у него на данный момент очень неровный. И не мне это осуждать. Он у меня тоже с буграми и впадинами. Спасибо, Евгений Чичеваркин, предприниматель, владелец гедонизма Вайнс. Мы обязательно запросим интервью с Алексеем Венедиктовым. И чтобы звучали в нашем эфире, еще раз запросим. Мы уже это делали, и чтобы звучали разные позиции, я еще раз скажу, что после выхода расследования соратников Алексея Навального Алексей Венедиктов, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заявил, я процитирую, «Я лично не заработал ни копейки на этом проекте, но считаю его отличной образовательной историей. Более того, если бы не мое иное агентство, сейчас бы уже как минимум в четырех других областях шел бы такой проект», — написал Алексей Венедиктов.